Гладиатор Ридли Скотта в исполнении Рассела Кроу свои решения принимал под звуки дудука всемирно известного Дживана Гаспаряна. Этот инструмент считается традиционно армянским, его даже называют «душа армянского народа». Современные исполнители уверяют, он для всех, у кого просто есть душа. В Самаре найти хороший инструмент достаточно сложно, а уж тем более научиться на нем играть. Однако для психолога и психотерапевта Олега Кузнецова невозможной эта задача не оказалась. Врач рассказывает, столкнулся с этой музыкой в своей работе и обратил внимание, как действуют на слушателей волшебные звуки. Заинтересовался, что это такое. Влюбился в него просто невозможно. Потом, знаете, такая безумная идея, вот хочу выучиться и все. В Самаре выучиться, где его взять. Школы игры на этом инструменте в Самаре нет. Тут помогла большая удача. В Самару из Питера на выступление приехал настоящий мастер этой музыки Ардишти. Он и стал учителем и наставником Олега Эдуардовича. Основа основ – почувствовать инструмент. Исполнители говорят, он живой не только в переносном смысле этого слова. Корпус изготавливается только из персикового дерева и только вручную. А трости – по специальной технологии из прессованного бамбука. Как это часто бывает, простой внешний вид в себе тает богатый внутренний мир. Субтитры создавал DimaTorzok Дружба народов и в музыке дает свои плоды. После визита в Самару Ардишти его репертуар пополнился лирическими русскими народными песнями, которые гармонично ложатся на глубокие, наполненные смыслом звуки дудука. В ЮНЕСКО музыка дудука признали одним из шедевров всемирного нематериального наследия. И это вполне объяснимо. Вот слова Джоанна Гаспаряна. Главное богатство – это золото души. Под эту музыку приходят красивые и добрые мысли. Ты можешь думать, как Христос, становиться настоящим, становиться истинным человеком. Я хочу пробудить человека в человеке. Пусть обретает себя. Анастасия Зубарева, Максим Госев. События.